Виталий, приветствую тебя! Очередная неделя. Мы с тобой в понедельник заступаем на смену наших совместных видео. Делимся наблюдениями, рейнчными ситуациями. Стараемся их разложить и фундаментально, и технически, и дать почву для размышлений сомневающимся трейдерам. Помогаем в принятии инвестиционных решений и, разумеется, держим вместе со всеми руку на пульсе. Если, друзья, есть какие-то пожелания, обязательно пишите в комментариях. С удовольствием прислушаемся, обработаем, потому что с Виталием мы собираемся прежде всего для того, чтобы вы разбирались в финансовых рынках вместе с нами. Ну что, Виталий, приветствуйте! После выходных впереди, опять же, пять полноценных торговых сессий. Будем следить, как и раньше, за тем, что происходит в Штатах и по статистике и по фискальным стимулам. До сих пор это никак не могут одобрить, согласоваться, вроде бы как есть небольшие продвижения. Ну и в плане, опять же, динамики финансовых активов мы видим, как этот новостной фонд накладывается именно в происходящее. Я предлагаю перейти к демонстрации экрана, к нашим с тобой прошлым идеям. И начнем мы традиционно с индекса доллара, который я очень ждал на разворот и в целом не хочу накаркать, конечно же. Сейчас он вроде бы как подает признаки снижения, но будем надеяться на продавцы, Виталий. Я знаю, что у тебя другая точка зрения, ты же понимаешь, что я оставлю на снижение, я должен надеяться, что эта динамика сохранится. Так. Не, ну ситуация может измениться. Есть, как ты уже правильно подметил, есть какие-то признаки возможного снижения индекса доллара. Будем наблюдать, скажем так. Конечно. Так, демонстрация пошла, да? Да. Отлично. Так, друзья, ну графика индекса доллара. Собственно, 91.03 – это в моменте котировки. Разворот произошел в пятницу после выхода данных по non-farm payrolls. Они, в принципе, как я и ожидал, разочаровали. На мой взгляд, ситуация по рынку труда, да и отчет, который мы получили, является очень явным доказательством того, что, может быть, какие-то предпосылки есть для экономического восстановления, но пока что очень слабенькие. И именно просадка по сектору труда США, то есть одному из основных, если даже не основному, драйвера американской экономики, все это позволяет, ну лично мне, отстаивать точку зрения того, что бюджетный стимул – это не какая-то прихоть демократов, которые хотят опосластить пилилью, прочь там свои политические очки. Это необходимость, это деньги, в которых остро нуждается американская экономика. И много раз мы слышали, почему от Минфина, даже еще предмнучней, сейчас Минфина возглавляет Джанет Хеллен, она топит за эту идею. Джером Пауэлл, в принципе, уже все сделал в плане инструментов именно Федрезерва и уступил место властям, которые должны сейчас принять фискальные меры государственной помощи. Байден 1,9 триллиона готов был дать еще прямо в первых числах после своей инаугурации, после того, как он занял овальный кабинет. Но республиканцы вот против. Ты знаешь, я сегодня на своем брифинге рассказывал о некоторых интересных новостных сообщениях в плане фундамента. Ну, понятно, статистика – это одна из причин, почему доллар развернулся, плохая статистика. Вторая все-таки причина – то, что демократы согласовали окончательный бюджет. Это расценивается как еще один мощный шаг в сторону скорого, последующего принятия бюджетных стимулов, о которых я говорил. Инфляционные ожидания, за которыми я слежу, это как индикатор именно настроя рынка сейчас к перспективам стимулирования американской экономики. Потому что чем выше инфляционные ожидания, тем, наверное, четче осознание того, что приток дополнительной ликвидности приведет к ускорению инфляции. Сейчас инфляционные ожидания находятся на максимальных значениях с 2014 года. Поэтому я все-таки буду радеть за то, чтобы демократы нашли способ протащить фискальный пакет с республиканцами, без республиканцев, неважно. Но важно это сделать сейчас. Поэтому в прошлый раз давал рекомендацию с уровня 90-90. В целом эту сделку сохраняю. И, соответственно, советую, рекомендую вместе со мной ставить на снижение американцев. Потому что чем быстрее придут новости о экономических стимулах, тем серьезнее, быстрее и ярче будет импульс вниз. Так, в прошлый раз комментировали еще ситуацию с евро-долларом. Сейчас котировки 1.2045. У меня была сделка заход через buy limit со стопом на отметке 1.1950. Совсем чудок мы до него не дотянули. Хорошо, развернули. Сейчас котировки 1.2044. Ну и, собственно, на фоне снижения курса доллара понятно, что риск снова пользуется спросом. По евро рекомендую держать лонг. Можно перевести уже в безубыток, поскольку все-таки забирались в поддержке 1.20 в пару. И ждать дальнейшего восстановления и движения выше отметки 1.2150. Также по рынку нефти, который очень порадовал покупателей на прошлой неделе, рост больше, чем на 10% только лишь за неделю. Честно говоря, у какого-то супер-мега мощного фундамента не было. Ну, разве что с 1 февраля Саудовская Аравия, как все прекрасно знают, те, кто следит за нефтиным рынком, теперь сократила добычу дополнительно еще на 1 миллион баррелей. Сейчас котировки 60.11, то есть фактически максимумы с января 2020 года. Рынок нефти продолжает лететь вверх. Я, честно говоря, после того роста, который был, рекомендую уже не искушать судьбу. Все-таки коррекция должна быть, тем более уровень 60 такой значимый. И фиксироваться уже в моменте по текущим котировкам, поскольку если рассчитывать на продолжение дальнейшего роста, я думаю, не сразу. То есть рынок должен успокоиться, дать какую-то нисходящую динамику, прежде чем, опять же, определиться с дальнейшим вектором движения. И, ты знаешь, я сегодня бы хотел обратить внимание на динамику британской валюты. Мне кажется, что фунт на этой неделе может, да и вообще в последующей, показать еще более выраженный рост. Просто с целями я видел от Сити и Банков Америка. Цель Сити, по-моему, 1.40 по паре фунт-долларов, Банков Америка 1.41.50. Сейчас котировки 1.37.37. Я предлагаю купить фунт... Давай на часовку перейдем. Предлагаю купить фунт с отметки 1.37, то есть на 40 пунктов ниже текущих значений. Стоп-воз поставить на уровень 1.3630 и целями в районе 1.3950. Очень большую ставку я делаю на то, что фунт вырастет. Ну, потому что фунт, как и прочие представители риска, должен все-таки воспользоваться сейчас поддержкой слабеющего доллара. Второй момент связан с тем, что мы по фунту видим, как отрабатывает себя риторика Банка Англии, который отказался от отрицательных процентных ставок. И уже в первых числах марта Англия начнет выходить из общенационального карантина. Может быть, для трейдеров, которые сейчас активно покупают фунт, это еще один предвестник того, что экономическое восстановление все-таки произойдет, случится с английской экономикой быстрее, чем прогнозировали ранее. Так, Виталий, слово тебе передаю. У меня есть, кстати, интересная картинка по поводу фунта. Ну, позже сделаю демонстрацию. Вначале по графикам. Так, давайте проанализируем те идеи, которые я говорил на прошлой неделе. Это понедельник-среда. Начнем с евро-доллара. Евро-доллар, напомню, я советовал продавать в понедельник, прямо на открытии рынка. Мы неплохо прокатились вниз по данному инструменту. Стопос я все время двигал за предыдущие локальные хаи. И, кстати, в пятницу, прямо перед нонфармами, ну, чуть раньше, мы вышли полностью с шарта по евро-доллару. Я еще там в среду-четверг говорил, что здесь возможен, скажем, разворот, так как рисовались дивергенции. Вот, получается, в среду была дивергенция, но я стоп-лосс. Мы сдвинули с вот этого хаи чуть пониже, его не снесли, ушли ниже. Еще одна дивергенция нарисовалась, локальный импульс, и я решил закрыть шарты по евро-доллару. Всем своим подписчикам телеграм-канала написал, закрывать евро-доллар, так как возможно лог. Но покупочку я не давал, так как ожидаю здесь, чтобы что-то такое очевидное нарисовалось. Если нарисуется, будем покупать. Если нет, то будем пока вне рынка по данному активу. Дальше, что еще было? Было на прошлой неделе фунт-доллар в шорт. Это в среду. То есть, получается, вот у нас среда, получается, вот здесь. Утром в среду я давал шорт по данному инструменту. Мы, в принципе, неплохо ушли вниз, около 100 пунктов. Ровно одну фигуру, часть своим подписчикам я писал закрыть. Мы здесь часть закрыли и перенесли в безубыток. И уже, получается, вот на этих новостях вышли по безубытку. На текущий момент по фунту находимся вне рынка. Как и по евро-доллару. Возможно ли здесь рост? Да. Ну, скажем, пока я нахожусь вне рынка. Ну, и не исключая снижение, так как мы сейчас находимся возле ключевых уровней и так далее. Дальше было еще, ну, индекс доллара мы не торговали. Я только рекомендацию давал на Markets. Мы тоже неплохо ушли. Как ты сказал, началось снижение. Но пока мы тоже его, скажем, не шарким, так как евро-доллар не покупаем. Так как прошел импульс, да, вниз. И сейчас там будет какая-то коррекция. Будем уже принимать решение, там, покупать по этой коррекции или шарки. То есть уже будем смотреть на ее структуру. Так как мы находимся на поддержке сильной. 90-90, да, аналогичный евро-доллар тоже имеет сопротивление. Вот это, вроде там 20-50 плюс-минус. Мы можем от него также и отбиться. Плюс была рекомендация также по шарту новозеландского доллара. Утром, в среду, если я советовал шаркить, со стоплосами вот за эти хаи. Мы тоже неплохо ушли вниз, около 80 пунктов. Вот здесь мы, скажем, тоже часть закрыли. Часть вышла по безубытку. Пока на данный момент, скажем, сложно сказать, что по данному инструменту. Еще тоже сохраняется шорт идея, но, скажем, достаточно такая рискованная. Но возможная, так как по всем инструментам. Ну и плюс по золоту я давал свои, скажем, свое видение без рекомендации. Я сугубо, что оно смотрится в шорт, как в понедельник вот здесь, так и в среду. Некоторые мои ученики неплохо реализовали шорт по данному активу. Я сам лично не торговал, я это уже говорил на прошлой неделе. Пока тенденция сохраняется, конечно, так чуть-чуть сильно откупили. В пятницу поджимают наверх. Еще нужно смотреть дальше, как и по всем активам, что здесь будет формироваться. Шортовый момент или сегодня пройдет какой-то импульс наверх. И будем, скажем, меня свое мнение. Плюс в комментариях прошлых просили посмотреть биткоин и риппл. Риппл, какой график мне неинтересный. Биткоин, могу просто сказать без рекомендаций, так как здесь пока смотрится все в лонг. То есть здесь тренд сильный. Есть ключевые уровни по биткоину 40 тысяч. Нужно за ними наблюдать. Вчера пробовали немножко импульсом скинуть вниз. Нужно за этим уровнем 40 наблюдать. То есть на таких пиках удерживать. Ну, там, возможно, кто-то среднесрочное верит, там, дальше 50-100 тысяч. Все возможно. Но этот уровень достаточно сильный. Можем отсюда вклить основу на какую-то коррекцию. Там, примерно, 30, возможно, и ниже тысяч. Ну и плюс, о чем бы я хотел сегодня поговорить. Это по нефти. Без разницы, это light или brand. Правильно ты сказал, что нужно фиксировать свои покупки, так как ожидается коррекция. Здесь что по light, что по brand. Есть диверсенция на дневках. Есть диверсенция очень красивая на часовичках. Мы можем уйти, скажем, с текущих или там плюс-минус еще подрасти немножко. Можем уйти сильно вниз по данному активу. Возможно, это будет очень глубокая коррекция. Возможно, будет там разворот этого тренда на достаточно долгое время. Плюс у нас здесь находится трендовая. Мы ее пробили. Сейчас по brand посмотрим, как она смотрится. Ее тоже пробили. Возможно, это ложный вынос трендовый. Если мы уйдем под эту трендовую, то там можно будет сказать с уверенностью, что у нас можно шортить достаточно хорошо. Нет. На текущий момент, если есть там рискованные трейдеры, такие у нас есть всегда, можно пробовать шортить с текущих небольшим объемом. Я сам лично не шерчу, но, скажем, жду хорошего импульса вниз. И уже на коррекции я буду принимать решение. Ходить в шорт такой надежный. Потому что сейчас возможно, но он очень-очень рискованный. Это нужно понимать. У нас здесь сильный тренд. Но, скажем, можно войти по очень вкусным ценам. Еще хотел остановить демонстрацию по поводу фунта. Одну минутку. Демонстрация. Вот картиночка сейчас. Видно картиночку? Грузится пока. Скажешь, когда будет видно. Да, теперь видно. Это данные по долгу Британии. Вот картинка, вот комментарий. Краткий. За 2020 год, если взять осень, то Британия достаточно набрала больших долгов. По сравнению, допустим, в ноябре, по сравнению с октябрем, больше на 40%. Долг увеличился к практически 99,5%. Это данные на 2020 год. Это самые большие показатели с 62-го года прошлого века, так скажем. И примерно на 400 миллиардов данных увеличился долг Британии. И даже вот если посмотреть просто на кривую, там, с кризиса 2008-го, они, скажем, как бы уменьшали долг, да, вот набрали во время кризиса по сравнению с до 2008-го. И сейчас снова, скажем, космические долги набрали. И это касается не только Британии, и других стран, таких как США. Ну ладно, США там может печатать сколько угодно, там, в компьютере написали, там, плюс, там, любую цифру, да. И там Канада, Япония, да. Поэтому это нужно учитывать. Это такой, как сказали, пазл, такой складывается по чуть-чуть, и должно хорошо долбануть по всем рискованным валютам, каким-то евро, фунт и другие валюты, плюс, ну и фондовый рынок, понятно. Понял, Виталий. Спасибо тебе за действительно интересный скрин. Ну, в целом, всем прекрасно понимаем, что последствия ковида просто так не пройдут. Мировая экономика стала бороться с ними беспрецедентными экономическими стимулами. Рынок, самоподдерживающийся жизнью, как бы не обрекется дальше. То есть завтра, я имею в виду, как бы относительно, не знаю, либо в конце 2021 года, либо в 2022, может быть, чуть позже. Но многие настраиваются на новый масштабный финансовый кризис. И действительно, если смотреть вот так вот абстрактно на все, то во многих вещах макроэкономически показать можно найти частички пазла, которые складываются в картину какого-то глобального страха, нависающего над всей мировой экономикой и всем, что он имеет отношение к риску. Конечно же, безоткатно фондовые рынки расти не могут. И что-то ждет. Мы держим с Виталием вместе с вами руку на пульсе, следим за тем, что происходит. И если найдем какие-то прям стопроцентные индикаторы, обязательно вам об этом расскажем. Виталий, спасибо тебе большое за эфир. До скорой встречи. В среду снова поговорим о том, что он... Удачи, пока. Пока.